Приветствую вас! Да, вы не написали свой вопрос полностью, написали вот далеко, но уже из того, что я увидел, становится понятно, что, значит, вы замужем, у вас есть ребенок, что вы не приучены брать на себя ответственность, и, соответственно, ее, этой ответственности, то бишь, боитесь. И именно по той причине, что вы не умеете брать на себя ответственность, именно по той причине, что вы не приучены брать на себя ответственность, а именно по этой причине у вас, скорее всего, и возникла та проблема, о которой вы хотели нам написать. И нужно брать на себя ответственность, нужно учитывать свои интересы, нужно понимать, что, когда люди решают за вас какие-то задачи, цели, и, когда люди, ну, в общем-то, несут за вас ответственность, они взамен требуют, требуют, как правило, полного подчинения себе. Что они говорят, вот, я несу за тебя ответственность, да, вот, ну, а, соответственно, ты должен мне во всем подчиняться, потому что я несу за тебя ответственность, и, соответственно, в этом контексте, в этом контексте можно говорить о том, что вы сейчас, скорее всего, зависимы, вы зависимы от своего мужа, и вы испытываете из-за этого ужасные переживания, переживания, что вот вы зависимы от него и от ребенка, скорее всего, никакой роли другой, кроме как роли матери, роли жены, может быть, роли домохозяйки, вы не испытываете, вы не играете сейчас, не исполняете никакую роль. И именно это отсутствие, вот, отсутствие подобных ролей для вас, подобных ролей, является основной проблемой, что вы не чувствуете, что живете, вы не чувствуете, что, как бы, реализуете себя полностью. Ну, и, соответственно, нужно с вами работать, чтобы, в первую очередь, нести ответственность за свою жизнь, управлять ею самостоятельно, во вторую очередь, понимать, чего хотите вы и что вы можете для этого сделать, и, в третьих, понимать причины, по которым люди берут на себя ответственность за вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!